Приветствую вас! Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Иметь своё мнение. Да? Вы хотите? Чтобы иметь своё мнение, нужно А. Позволить его себе иметь, как ни ваше не было. Б. Значит, Видеть перед собой, видеть перед собой Определённые ориентиры, Что Тоже очень важно, Потому что Без ориентиров Мнение своё вы Иметь не сможете. А это, соответственно, Ценности ваши То есть Ну, то, что вы ставите, Грубо говоря На главу угла Да? То, что для вас важнее всего Там, гуманизм, успех, лидерство Там Что-то ещё Такого типа Вот Без этого Мнение Сейчас, соответственно, Ваше мнение Без этого Ну, оно Оно Его не будет, правда Без этого Вот Дальше 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 Значит, эм Условность То есть Если вы хотите Иметь Своё мнение Что Нужна Определённая Условность То есть При каком условии Я могу иметь своё мнение? Кто Определяет эти условия При которых я могу иметь своё мнение? Понятно, да? О чём я здесь Речь? Быть смелым Пишите вы Быть смелым Это означает Иметь Возможность Контролировать Свой страх Потому что, ну Объективно Объективно Боятся все люди Это нормально Все люди боятся И это, в общем Ну, абсолютно Нормально В этом Нет ничего Страшного В том, что Вы боитесь Вопрос заключается В том, как Вы свой страх Используете То есть Используете ли вы его Сам Для Ну Допустим Для Допустим Чего-то Своего Да? Вот Используете ли вы variants Свои Свои Страх Для того, чтобы Быть более Энергичным Используйте ли вы свой страх для отслеживания того, что вам хочется, например, ну и так далее. То есть, стать смелым, стать смелым, это, ну, к сожалению, такой достаточно детский посыл, потому что смелость быть смелым, это субъективная позиция. Я бы сказал так, достигать своих целей поставленных, вот те цели, которые я себе поставил, вот их достигать, это да. Это мощно, это мощно. Это мощно и нужно быть смелым. А для чего быть смелым? То есть, вы с целью-то сперва определитесь, да, Анатолий? Цель, какая цель у этого? Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше, быть решительным. Ну, опять же, решительным значит мне сомневаться. А отсутствие, как бы, отсутствие сомнений, это значит гармоничная личность, то есть отсутствие внутренних конфликтов. Как бы, я надеюсь, вы понимаете, что внутренние конфликты, если они у вас есть, нуждаются в коррекции. Ну, просто потому что, просто потому что внутренних конфликтов может быть много, и не все они могут быть вам понятны. То есть, ну, сомнения, они откуда-то берутся, вот, если вы не решите. Вот. Держесть. Ну, помимо того, что держесть, это вообще как довольно субъективная позиция, да, то есть, ну, что такое держесть вообще? Как понимать держесть? Вот это то, что держесть для одного, то для другого не держесть. Поэтому быть дерзким, это очень такой себе запрос. Правда. Я верю в то, что возможно, 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 вам хотелось бы быть таким, ну, вот, напористым, да, немного, может быть, нагловато, немного, да, то есть, таким упорным, да, то есть, всегда получающим свое, например. Вот. В это я верю. Но это не держесть, это, скорее, уверенность в себе. Позиция такая. То есть, я уверен в себе, самоуверен, самоуверен, то есть, уверен в том, что вот я хочу, то есть, я делаю это правильно для меня. Вот, опять же, эта позиция, она возможна только в том случае, если вы, ну, скажем так, устанавливаете границы. Вот. То есть, то есть, как бы, вы знаете, что вот есть, грубо говоря, я, да, есть, грубо говоря, другой человек. Вот. И вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И это нормально. То есть я в праве заявить ему о том, что хочу, я в праве заявить ему о том, что для меня важно, да, я в праве заявить ему о том, что, ну, например, вот, допустим, девочка, да, вы в праве там, не смотря на то, что она говорит нет, да, вы в праве там с ней как бы, ну, быть в отношении, да, то есть, ну, взаимодействовать с ней до определенного периода, не вредя ей, вот. Самоуверенность ли это? Да, это самоуверенность. Хорошо ли это? Да, это хорошо. Это показывает вашу настойчивость, ваше упорство, это здорово. Но, дерзость, 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 это что-то экспрессивное. Вот, это, опять же, ну, как компенсация здесь. Любить себя, это значит принимать себя безусловно. Вот, живу как в коконе, чем вам это выгодно, не знаю, чем заняться, скука, скука. Временность. Апатия. Значит, не прислушиваемость к тому, чего вы хотите, не прислушиваемость к своим желанным. А, и это, кстати, уже не запрос. Как вы пишите, что живете как в коконе, не знаете, чем заняться, это скорее жалоба. Это жалоба, вот. А избавиться от внутреннего одиночества. Ну, то есть, опять же, принять себя и... Во-первых, простроить личные границы, личная пространство. Во-вторых, использовать эту личную пространство для личностного роста. А, принять себя таким, какой есть. Ну, это то же самое, что и любить. Меньше требовать от себя. Проанализировать. Проанализировать требования. Отделить свои требования от требований других. И цели. Снять маски. Жить, быть настоящим. Ну, это опять же, понимаете, снять маски... От кого прячется? Кто научил-то маски одевать? Кто научил? Страх. Вот, в детстве выживали. Какую зелью преследовать? А сейчас-то ситуация поменялась уже. А вы-то продолжаете так шить? Да? Ну, вот. Потому что маски-то вам для чего-то нужны... Понимаете? Какая есть... Тонкость. Вот. Поэтому... Данный аспект очень важен. Данный аспект очень важен. Данный аспект очень важен. Так сказать, знаете, когда подавляется желание, да? И когда желания подавились, а нормы, правила, они подвергаются и критики. Вот. Вот это... Вот, в принципе... Как бы... Про вас. Что касается скуки, то... Я бы сказал, что... Ну, я бы сказал, что скука... Это, опять же, подавление детства. Подавление желаний ваших. Вот. То есть, того, что хотите именно вы. Для себя. Вот. Вы себе это запрещаете и, соответственно... Соответственно, подавляете. Вот. И по-другому здесь... Никак. То есть, скука, это не случайно. Не случайно. Вот. Скука. Вы не случайно чувствуете скуку. Вот. Что-то нужно сделали, да? Нужно. Что-то необходимо сделали. А-а-а! То есть, уходит. Нет. Вот. Вот. И... Всё. Так. Перестать сравнивать свою жизнь с окружающими. Надо, опять же, принятие себя и... У кого вы этому научились, и для чего. То есть, знаете, если у человека нет собственных ориентиров, то он будет сравнивать свою жизнь с окружающими, ориентироваться на других. Если свои интересы есть, и он их принимает, то зачем, 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 зачем ему сравнивать себя с другими людьми. Вот. Дальше. Убийцы стараются быть хорошим для всех, но это, опять же, это скорее жалоба, чем запрос. Стать лёгким, позитивным, это субъективно. Это субъективно. Это не может быть запросом, потому что лёгкость и позитив, это очень оценочные понятия. Можете быть естественным. Можете не накапливать в себе, да, вот. Ну, не накапливать в себе негатив. Это да, может. Не принимать всё на себя. Ну, это проработка своих слабых смес. Потому что, если вот, например, на улице крикнули, дурак, да, вы обернулись, вас это задело всё, или если вам сказали, что вы дурак, вас это задело, ну, так, естественно, вы принимаете всё на себя, пока у вас есть конфликт. Вот. Тогда, опять же, знаете, не принимать всё на себя, да, это очень такая поверхностная история. Меня задела. Я хочу стать более устойчивым, например, к негативу. Я хочу, чтобы негатив меня не трогал. Но он же меня трогает. Чем? 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 Нужно разбираться. Не винит себя. Вы знаете, вы себя и не вините, Анатолий. Винят всегда другие люди. Вот. Человек, человек, он себя винить как бы не может сам по себе. Человек в естественной среде, в естественной сфере он себя не может винить. Потому что просто неоткуда, неоткуда взяться к этому. Есть какие-то нормы, да, например, есть какие-то правила. Там, допустим, ну, каких, к которым нужно следовать. Там, допустим, вот, идешь по улице, там, столкнулся. А, столкнул девочку, да. Вот, подошел к ней, там, извинился как бы. Пожалуйста, простите, пожалуйста. Не хотел. Вот. Вот. Если она ушибла сам, ну что-то еще. Продолжил помощь, оплатил лечение. Вот. Все. Это нормально. Это, вот, это совесть-совесть, да. Это естественная, конструктивная, здоровая совесть. Когда же вы это, ну, сделали то же самое, да, прошли мимо, например, не помогли. Потом себя так обвините, вот, что я за человек, да, там, не помогут и т.п. Ну, это как бы уже деструктивная совесть. Что-то специально вы сделали, чтобы себя обвинять, это не вы. Это родительские фигуры. Чтобы вы могли бы просто не пройти, ну, как бы пройти мимо, да, помогать ваш выбор. Главное, чтобы вы за это себя не винили, в принципе. Вот. Это нормы, моральные, правил. Это все здорово, но в данном случае, ну, речь немножко о другом. Вот. Понятно? Вот так. Поэтому обвиняют всегда родительские фигуры, которые делают это с определенной целью. Какой и для чего нужно выяснять. А вам нужно отделять себя от них. Вот так все. На этом все, надеюсь, помог вам. По вашему, по вашему запросу, не знаю, индивидуальная работа, я не очень понимаю, какой помощи вы хотели бы, да. Вот. То есть, как вы себе представляете помощь вам без индивидуальной работы по данным направлениям. Вот. Вот. Например, я вам вопрос, как бы, переодрестовываю. Да? Вот. Понимаете? Ну, вот все, что можно сделать сейчас, да, не зная вас, не получая обратной связи, это вот сказать какие-то общие направления, ну, да. Что можно сделать? Ну, можно рассказать о методах, но, как бы, зачем они вам? Методы. Выбирайте себе эксперта и работайте по этим направлениям. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...